Продолжение следует... Для иммунохроматографического анализа ряда маркеров – тропонин, миоглобин, глиотинкиназа, натриоэритический бептиптит, дедимер и прокальстанин. Так как я живу по принципу «бьют-беги, дают-бери», то мы взяли его на апробацию, и я хочу поделиться некоторыми впечатлениями от его применения в течение этого года. Ну, прежде всего, измеряемые параметры, которые здесь есть, здесь приведены единицы, с помощью которых он делает... Так, секундочку, я вот эту уберу в сторону, да. Надо сказать, что многие биомаркеры уже включены в клинические рекомендации, в частности, все мы знаем об этом, мы только что говорили про сепсис, про прокальстанин. Вот здесь приведены четыре клинические рекомендации, причем они включают и детей, и вот здесь приведены детские рекомендации, которые мы должны делать, выполняя эти рекомендации. Ну, а в связи с пандемией SARS-CoV-2-инфекции видно, что прокальстанин нашел новую область применения, потому что известно, что при вирусной инфекции прокальстанин не показывает ничего, и поэтому он используется для верификации и начала антибиотикотерапии. Вот здесь видно, что работа прошлого года, которая говорит, что биомаркер для антимикробной терапии является прокальстанин, и должен сказать, что он включен во временные методические рекомендации, в том числе отечественные, и здесь указаны его параметры, которые всем нам хорошо известны для больных с ковидом. Дедимер. Дедимер тоже нам достаточно хорошо знаком. Напомню, что он является продукцией деградации фибрина, и в частности, в критериях ДВС-синдрома Международного общества тромбоза гемостаза, вот есть такая шкала, где ДВС устанавливали при уровне 5 баллов, и видно, что здесь наибольшее значение. Здесь среди всех показателей тромбоцита, протробиновый рельф, фибриноген ДДМР имеет самое существенное значение. Более того, кроме этого, ДДМР свидетельствует об активно участвующих процессах тромбообразования, что у детей достаточно редко, слава богу. И самое главное, что он широко может быть использован для контроля эффективности терапии акугулянтами, которые мы с вами широко применяем при различных методах терапии, почтозаместительной терапии и так далее, и при других состояниях. Значит, реже мы с вами используемся так называемыми сердечными биомаркерами. Среди них при лечении острого, они прежде всего показаны при остром коронавтом синдроме и остром инфаркте миокарда. Среди них при этом, надо сказать, что, вот мы сейчас говорили о сепсисе, что, как оказалось, миокардиальная дефункция, которая раньше мы думали, что там в основном бывает у взрослых, наблюдается, смотрите, почти у 80% и сопровождается выбросом терапонина, креатива фосфаткинат и натриоэлитического пептида. Причем уровень терапонина коррелирует с вертикальной дисфункцией, длительностью гипотениев, запрессной поддержкой и летальности тоже может сузить биомаркерам нашей терапии. Более того, вот совсем недавно, в 2020 году, в вышлом работе, где сравнили уровень креативно-фосфаткината и выяснили, что уровень креативно-фосфаткината может быть потенциальным инструментом мониторинга септической карбиомопатии у детей в условиях ограниченных ресурсов. Тропонин отдельно ко всем, значит, помимо сердечно-сосудистой заболевания, тропонин повышается при травме сердца, миокардита, сепсисе и ДВС-синдроме. Я должен сказать, что так как у нас много больных травм, мы в течение этого года уже диагноз ушибы сердца выставляли прежде всего на основании биомаркера. Натриуретический пептид хорош тем, что помимо того, что он говорил, работает при кардиомиопатии, он позволяет еще диагностировать отличия хронической особенности сердечной недостаточности и ее тяжести, оценивая эффективность ее лечения. Креатин киназа повышается также при тупой травме грудной клетки, тоже мы об этом говорили, и что существует при рамдомиолизе и синдроме Рея, который хоть и редко, но иногда бывает. А вот миоглобин, вот у нас, к сожалению, он сейчас пока закончились тесты, вот позавчера мы были смотреть миоглобин, мы не смогли его посмотреть, потому что при тяжелого больного он повышается прежде всего при краш-синдроме. И самое главное, что при рамдомиолизе, причем он увеличен в первых суток, ну и плюс при травмах и судорогах. И вот за прошедший год на середину клинику прошло, мы проанализировали данные 97 детей с фургентной патологией, политравмы, черепомозговая травма, ожоги, сепсис и другие, от 3 месяцев до 17 лет. И использовали мы вот этот вот компактный анализатор, цельную кровь брали венозу из вены, требуется всего 75 микролитров, переносили в пробирку с буфером, перемешивали и дальше переносили микропипеткой в окно тест-кассеты и запускали измерения. Результаты выдавались на экран автоматически через 12-15 минут и нам, слава Богу, дали еще принтер, мы могли их фиксировать в истории болезни формальными данными. При сравнении результатов, во-первых, исследования про кальцитонина на указанном анализаторе с аналогичными данными, которые у нас уже используются с 2005 года с помощью системы компании Brams, хорошо всем известной, с которой мы все работаем, были выявлены абсолютно аналогичные данные. То есть данный прибор мы можем валидизировать как чувствительный прибор для определения уровня про кальцитонина. Следует отметить, о чем я уже говорил, декортическую ценность показателей повреждения миокарда, тропонин, клетинкиназа и натриотический пептид у детей с травмой грудной клетки, когда их увеличение позволяло судить об уши без сердца, а также у детей с миокардизмом. Потому что ранее мы об этом, об уши без сердца говорили условно. Травма на грудной клетке значит уши в сердце. В общем, это все относительно. Это существенное значение для терапии таких пациентов. И, наконец, исследование кальцитонина на мегавилу у нас как-то совпало. Сразу оказалось, через вся национальный анфрактив, он называл двое детей с тяжелым рапдомиолизом. Причем у одного из них мы проводили в течение недели с лишним после заместительной терапии. И он использовался в данном случае, особенно миоглобин, как маркер при проведении почной заместительной терапии. В заключе я должен сказать, что мне кажется, что данный прибор, понятно, что это гений, но он очень удобен. Ну, во-первых, цельная кровь не требует центрифугирования. Образец крови 75 микролитров. Это, возможно, даже исследование новорожденного. Аппарат готов к употреблению через час, через минуту после включения. Не нужна никакая калибровка. Готов к тестированию через одну минуту. И встроена многоуровая система внутреннего контроля качества, то есть его не требуется, постоянно перенастраиваются. Значит, результаты, как я говорил, фиксируются на чековом принтере, что очень существенно. Во всяком случае, для Москвы, я не знаю, как для России все, они могут быть переданы в локальную информационную систему. Тем самым нам не требуется вводить в данные, которые подаются в ЕМИАС, Единую медицинскую информационную систему, для того, чтобы вносить их вручную. И в целом такой прибор может использовать в отделении реанимации, давать достоверность результатов в режиме 24 часа 7 дней. Спасибо. Если вопросы не появились, то я благодарю еще раз компанию «Аналитика» за возможность нам ознакомиться с этим прибором и использовать его в своей практике. Сейчас этот прибор в нашем распоряжении, так что мы им пользуемся. Вот сейчас просто в данном случае у нас просто нет, я говорил о тесте на биоглобин. Для пациента он был нам нужен, я вам скажу, для кого наступил зацепер, мальчик с электроожогом, где часто бывает повреждение почек, в частности, миоглобинурия. Денис Ильич, добрый день. Да, привет. Ну, если вопросов нет, то спасибо, потому что мне нужно переходить на следующий симпозиум и предоставить возможность работать на этом канале уже в другой команде. Счастливо, спасибо. 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 Спасибо.